Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию итоги деятельности антикоррупционной службы ПАК Молинской области за минувшую неделю. На этой неделе руководитель департамента Мурат Телюбаев на площадке областного филиала Академии Госуправления при президенте Республики Казахстан принял участие в качестве приглашенного спикера в онлайн-семинаре для акимов различных уровней, посвященном теме трансформации системы местного самоуправления в контексте развития региона. В ходе лекции Мурат Телюбаев рассказал участникам семинара, а это 100 акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, об институтах и механизмах противодействия коррупции на современном этапе, в частности о формировании антикоррупционного сознания и культивировании идеологии добропорядочности. Также госслужащим были продемонстрированы антикоррупционные социальные видеоролики агентства и департамента. В рамках направленного на повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти проекта «Protecting Business and Investments» руководитель департамента провел на площадке Антикор Орталове деловые встречи с предпринимателями региона. В ходе встречи глава департамента поблагодарил представителей бизнес-сферы за оказанное доверие, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество для улучшения бизнес-климата региона. По итогам обсуждений состоялось подписание соглашений об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов по расширению горнолыжного центра и по строительству спортивного комплекса на общую сумму 750 миллионов тенге. Теперь под защитой антикоррупционной службы области находятся 66 предприятий на общую сумму порядка 700 миллиардов тенге. В соответствии с концепцией слышащего государства, руководитель антикоррупционной службы области при участии представителей заинтересованных госорганов провел личный прием руководителей двух организаций региона, обратившихся по факту неправомерных действий в области госзакупок со стороны должностных лиц госучреждения. По обращению заявителей даны соответствующие разъяснения, а также инициирована проверка с последующим принятием соответствующего решения. В целях контроля эффективности расходования бюджета департаментом на постоянной основе проводится мониторинг системы государственных закупок посредством единого окна закупок. Мониторинг выявляет факты необоснованного завышения цен на планируемые товары, работы и услуги в госорганах и квази-госсекторе региона. К примеру, в одном из предприятий области планировалось закупить товар в 17 раз дороже среднерыночной цены. Однако после рекомендации антикора цена была снижена, тем самым сэкономлено порядка 7 миллионов тенге. Всего с начала года удалось сэкономить 350 миллионов бюджетных тенге путем снижения завышенных цен. Проводимая работа освещена на телеканале Хабар-24. В рамках проекта Сапала-Жол проектным офисом Ахмула Адалдак-Аланэ совместно с региональной специальной мониторинговой группой и филиалом Национального центра качества дорожных активов осуществлен мониторинг качества ремонта дорожного покрытия на прилегающей к реке Хлшахта территории в городе Кокшетау, где проходят мероприятия по очистке реки и благоустройству береговых зон. Поводом для мониторинга послужили проводимые подряды организации ремонтной работы в ночное время суток с нарушением карантинных мер, трудового законодательства и при низком температурном режиме. Заказчиком данного проекта выступает областное управление природных ресурсов и регулирование природопользования. В ходе анализа отобраны керны для проведения дальнейших лабораторных исследований, однако уже при визуальном осмотре даны замечания по наличию шероховатости асфальтового покрытия. На сегодняшний день подрядчик привлечен к административной ответственности в связи с нарушением карантинных мер, а также по рекомендации мониторинговой группы, все работы временно приостановлены. Вопрос взят на контроль общественниками региона. В прямом эфире проекта «Антикорлайф» об итогах работы по профилактике коррупции за 10 месяцев текущего года рассказал первый заместитель руководителя департамента Арман Бердалин. О профилактике коррупции в органах госдоходов по чрезвычайным ситуациям и санитарной службе рассказали руководители районных госорганов. А прямые эфиры в рамках деятельности регионального информационно-просветительского штаба были посвящены теме антикоррупционного воспитания подрастающего поколения. Продолжается выступление по освещению актуальных правовых вопросов в рамках проекта «Адал Кумек» и вопросов финансовой сферы проекта «Ашер Биджит». В выпуске передачи «Адал Дагалане» об устранении существующих коррупционных рисков при оказании госуслуг населению и о принимаемых мерах повышения качества оказания госуслуг в регионе рассказала руководитель отдела анализа предоставления госуслуг аппарата «Акима» области Данагуль Джумабек. Сотрудниками антикоррупционного ведомства региона и проектным офисом «Ахмала Адалдав Аланы» организованы онлайн-встречи за студенческим активом области, где обсуждены актуальные вопросы воспитания у молодежи принципов добропорядочности и академической честности. Также в режиме онлайн проведены встречи по предупреждению коррупции с коллективами территориальных подразделений ведомств Министерства сельского хозяйства и регионального департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции. Уважаемые граждане, если вам стало известно о фактах коррупции, просим обращаться в колл-центр агентства 1424. С выпусками новостей департамента можно ознакомиться на аккаунтах в социальных сетях, указанных на экране. Благодарим за внимание. До следующей недели на Антикор.Ньюз.